Казахстанская сборная по тяжелой атлетике могут сократить срок дисквалификации с 12 до 8 месяцев. Об этом на международной антидопинговой конференции сообщил генеральный секретарь Казахстанской Федерации Омар Мустафин. Участники девяти стран обсудили, как сделать спорт чистым и дать возможность непровинившимся атлетам участвовать на мировых состязаниях. 2017 год для казахстанских тяжелоатлетов стал, можно сказать, трагическим. Допинг-скандал, запрет на участие в чемпионате мира и дисквалификации от всех турниров под эгидой IWF на год. Однако, несмотря на такие, казалось бы, сокрушающие меры, спортсмены надежды не теряют. Впрочем, как и Федерация тяжелой атлетики, сейчас для них важно защитить чистых спортсменов. Обсудили механизмы по снижению срока дисквалификации именно для юношеской сборной. И у нас имеется четкий план, как соответствовать ряду критериев и быстрее снять дисквалификацию с юношеской сборной, чтобы они спокойно, в хорошем психологическом климате готовились к юношеским и олимпийским играм. Напомню ранее, под наказание вместе с казахстанскими штангистами попали и атлеты еще восьми стран. Среди них Россия, Китай, Беларусь и другие. Сильнейшие в этом виде спорта. Федерации этих государств теперь решили принимать усилия коллективно. На антидопинговой конференции озвучили ряд решений. Например, о создании международной мониторинговой группы. Инициативу поддержала и комиссия IWF. Не нужно оглядываться назад, нужно идти дальше и принимать меры. Чтобы это не повторялось, нам необходимо сделать спорт чистым. Нам нужен Казахстан. Казахстан, который чистый в тяжелой атлетике. Казахстанская федерация уже выполнила 90% критериев, которые могут помочь атлетам вернуться к международным первенствам раньше назначенного срока. Усилить эту работу поможет и тот факт, что именно здесь, в Астане, разместился офис Генсека IWF. Шанар Дулатова, Наурис Базаров, Хабар 24, Астана.